А сейчас я тебе прочитаю отрывок, который ты повторишь. Повторишь, прочитаешь за мной и запишешь и пришлёшь мне. Прислушивайся к моему чтению, к интонации, к ударениям и постарайся читать не так, как я читаю, но взять что-то и прочитать так, как ты относишься к этому тексту, так, как ты его чувствуешь. Итак, откроешь свою распечатку, страница одиннадцатая, и это будет четвёртый эпизод, который начинается со слов «Однажды». Итак, слушай меня внимательно, и твоё задание будет прослушать, прочитать и сделать запись, вложив туда свои чувства и своё понимание. Однажды Константин Александрович зачитывал письмо, пришедшее Аннушке по электронной почте. И там были такие слова. «Вся наша жизнь – это радуга. Она многоцветна. Один цвет, отрицая другой, выходит из предыдущего и переходит в последующий. Так и в жизни. Есть цвета, а есть оттенки. Любой цвет – лишь часть белого, который делится на всё многообразие радуги. Нельзя поддаваться соблазну и окрашивать происходящее в один цвет. Сложности человеку на то и даны, чтобы потом ярче чувствовать радость. Горе на то и бывает, чтобы ярче оттенить счастье. Всё в жизни меняется и справляется. Казалось бы, речь в этом письме шла о людях, но, думаю, нам, собакам, сложности даются не случайно. Какая всё-таки замечательная штука радуга. На этом я закончу и попрошу тебя прочитать этот же эпизод так, как ты его чувствуешь и понимаешь. И ответить на вопрос, а что такое радуга для тебя, радуга жизни. Подумай, и мы с тобой об этом поговорим. Присылай мне, пожалуйста, чтение вот этого абзаца и свой ответ на вопрос. А что для тебя, радуга? Пока. Сейчас я отвечу на вопрос, что для меня такое радуга. Для меня радуга – это обычно… Это цвет жизни, я бы сказал, который окрашивает всё, что ты видишь. Это как глаза, которые тебе показывают все цвета, и всё, что ты заходишь на это посмотреть, у тебя покажет цвет. Да, вот. Для меня радуга – это как источник красок, источник много чего. Например, мы эту же самую радугу можем видеть во время… Во время такого лёгкого дождя и солнца появляется радуга. Радуга для меня значит источник жизни. На этом вот мой ответ на этот вопрос. Конечно, длинноватый он получился, но, думаю, пойдёт. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok